Мы пойдем другим путем, решили депутаты оппозиционных фракций. Напомним, в городской думе инициативу нескольких депутатов о принятии закона, гарантирующего прямые выборы глав муниципалитетов, рассмотреть отказались. Инициатива по прямым выборам мэра города Иваново. Мы этим начали заниматься еще с прошлого года, когда к нам начались обращения по телефону, приходы в нашу партию, наших граждан города по поводу прямых выборов. После этого мы стали собирать подписи, собрали более 10 тысяч подписей, обратились в нашу городскую думу с этой инициативой, но первый наш шаг был воспринят не очень хорошо, нас завернули. Поэтому народные избранники решили обратиться в более высокую инстанцию. С региональным парламентом изначально возможность подачи обращения и 10 тысяч народных подписей обсуждался. Но на деле оказалось, что в приемную председателя визитерам нельзя. У нас все документы в канцелярию. Что примут здесь? В канцелярию документы принимают у нас. В канцелярию. Здесь документы никто не принимает. Непосредственно с референтом разговаривали, сказали, что... В канцелярию, пожалуйста, на улице, и туда в приемной. И хоть задушевные беседы с представителями парламента у их коллег из городской думы не вышло, довести намеченное до конца все же получилось. В канцелярии стопки листов с подписями и обращения от народных избранников приняли без лишних слов. Теперь остается только ждать реакции других депутатов. Региональных. В течение месяца, как и любое обращение депутата, они должны дать хоть какой-то ответ, что хотя бы приняли, что хотя бы он будет, когда он будет рассмотрен. А так остается ждать только, когда откроется новая сессия депутатов областной думы, а это будет в сентябре. Может быть, до этого они действительно решат организовать какие-либо круглые столы с приглашением вот этой инициативной группы депутатов. Вместе с осенним урожаем созреет и решение народных избранников. Наделяет ли тот самый народ властью выбирать и руководство города? Наталья Романова, Андрей Семибулков, РТВ Иваново.